Это на самом деле плод, знаете, нашей страстной любви с рок-н-ролльной музыкой. Конечно же, когда появилась, весь мир сошел с ума, а когда еще чуть пораньше перед этим появились Битлз. Вы знаете, как бы я сейчас вспоминаю, вся молодежь того времени делилась на две категории, на три. Одна этой музыки не знала, но мы вообще не знаем, кто это такие. Мы сами не знали, откуда не было ни пластинок, ни радио, ничего. Какие-то голоса Америки мы слышали, на каких-то, знаете, помните, на костях, да, записывали. Я, Маккартни, у меня был «Down in the jungle, living in a tent, you don't use money, you don't pay rent». Это было прямо на грудной клетке нарисовано. Я ее заслышал до дыры, просто до сердца, до груди, до самого. Кстати, у Лена на день рождения. Сегодня? Да, 76, у него исполнилось. Да вы что, всего 76, вот что невероятно. На самом деле мальчишки. Это отдельная тема, кстати, по поводу возраста, я еще про это скажу. Да, вспомним хорошего человека, конечно, который оказали, они с сыром полом и со своими друзьями оказали невероятное влияние на наш мозг, юный. Мы все схватили гитару, начали петь песни. И тут, друзья, случилось невероятное. Я поступил в Московский государственный университет, а невероятным я называю один единственный день в своей жизни, изменившийся в моей жизни. Я до сих пор, я знаю, кого за это благодарить. И благодарю, всю жизнь буду благодарить. Человек, которого вы все очень хорошо знаете, его зовут Сергей Никитин. 41 с небольшим год назад, в сентябре 1975 года, на 21 этаже главного здания МГУ в аудитории 2109 состоялся концерт квинтета под руководством Сергея Никитина. «И те из вас, кто слышал этот квинтет в 1975 году, не дадут мне соврать, что по воздействию на молодое поколение он был посильнее, чем сыр Пол с сыром Джоном». Вот реально, ну точно не меньше «Битлз», они на меня произвели впечатление, если не больше, потому что музыка прекрасная, так еще и по нашу. Мало того, что понятно, так это еще и здорово. Классика авторской песни вся в одном флаконе. И они в одном флаконе показали нам всю классику авторской песни. В один вечер. Это был трехчасовой концерт, после которого моя жизнь изменилась. Я просто думал, а чем я занимался до этого-то? Что я раньше делал-то? Какой-то ансамбль наш назывался «Вешние воды». Я знал несколько песен, авторской песни. Меня что-то привлекало, я еще не знал до этого жанра. Меня привлекало «У сладкий миг, когда старик закрутит шарф по самый нос». Я почему-то знал песню «У льва есть хвост, могучий и длинный». И еще какую-то… А у сладкого хвоста? Еще знаете, какую знаю? Да, еще помню, карнавал. Смотрите, карнавал, это Аделунг, по-моему, да, ранний. Вот эти три песни я уже знал. А кроме этого было «Вешние воды весна пришла, Вешние воды любовь принесла». Это наша была титульная песня. Слова не мои, я тогда так не писал. Еще. Но когда в сентябре 75-го года я все это услышал, у меня снесло крышу. И, конечно, мы все… Конечно, вся… Во-первых, весь университет разбился на пятерки. Три мальчика, две девочки. Все решили, что только так можно петь авторскую песню. Количество подражателей этому квинтету, им числа не было. Это было просто… Это невероятное было возбуждение у всех. И мы тоже начали с квинтета. Потом у нас один мальчик не смог с нами выступать. Тут еще девочка не смогла. Мы остались в трио. Долго пели втроем. Потом девочка ушла. И она уехала на стажировку в Польшу. Мы остались вдвоем с Георгием. Вот так, собственно, образовался наш дуэт путем вычитания из квинтета. А как скоро появились вешние денечки? Вешние денечки появились нескоро, а через восемь после этого. Нет, шесть после этого. Я уже был выпускником географического факультета. Да, да, да. Ну, не будем вспоминать, вспомним рок-н-ролл. Но мы-то, любовь-то к рок-н-роллу никуда не делась. Мы поняли, что нужно будет сочинить какую-нибудь песню. Потом будет как-то, да. Сейчас вы не знаете, что это. А тогда это были какие-то такие подвалы, горы, аппаратуры. По сцене прыгали лохматые люди. Они страшно кричали. Это было модно. Играли. Кстати, некоторые из них реально очень круто играли. Некоторые из них, друзья, у нас на выпускном вечере играла группа «Высокосное лето». Вот вам ничего не говорит это слово. А впоследствии она стала группой «Автограф». Это слово уже кому-то что-то говорит. А некоторые музыканты ее такие, как Крис Кельми, Александр Кутиков. Или, скажем, кто у них был. Анатолий Абрамов на барабанах. Он до сих пор сидит на барабанах, играет в театре Ленинского комсомола в группе «Аракс». Это все команды тех времен. Они на всю жизнь, понимаете, остались. И мы думали, что мы тоже так будем прыгать. И отрастим длинные волосы. И девчонки нас будут любить. Волосы вместе от этого выпали. Но, правда, девчонки не подвели. Прыгаем, да. Прыгаем низенько, кричим тихонько. Говорят, что по сюжету этой песни в Германии снят полнометражный подросток фильм. Причем он был снят до того, как мы приехали. Одно из первых наших выступлений с Георгием за границей было в Германии, где мы выступали на немецкоязычную аудиторию с переводчиком. Было действительно очень интересно. Переводчик сначала рассказывал, что будет с каждой песней. А потом мы играли, пели эту песню, показывая глазами, где что происходит. Немецкоязычная аудитория была в восторге. Всем очень понравилась. Так вот, когда мы рассказали эту песню, а потом ее сыграли, нам подошел человек и сказал, «Вы знаете, у нас есть фильм художественный, он очень такой редкий. Это арт-хаус абсолютный. Я его до сих пор не могу найти. Я не знаю ни, как он называется, ничего. Но я прекрасно представляю себе, как это могло бы быть, снята ли эта песня. Сейчас я просто буду петь, а вы представляете себе. В главных ролях, ну, скажем, я. Я все-таки закончил кафедру физических актерств. Кафедру актерского мастерства под руководством Сергея Федоровича Матурчука. И, скажем, Анжелину Джули. Там роль нетрудная, она справится. Мау! Мау! Еще осталось метров двадцать. Я там не не верю, сгорю. Ах, не смогу я удержаться. Возьму и с ней заговорю. Постойте, здравствуйте! Я Петя. Скажу я в грудь себя пьян. Она мне, может, не ответил. А может, скажет Зуфия. А может, скажет Зуфия. Вау! А в духе полного доверия мы с ней бы зажили вдвоем. Я твердил бы, эх, Лукерия, а все-таки славно мы их живем. Сидели мы у самого. И с галачами пили чай. Сынуку Тони, дочка Клана. А также ручку. Гюльчатарик. А также ручку. Гюльчатарик. Осталось только поравняться. Пройти последние шаги. Ну вот и все, прощайте, братцы. О, Боже, правы, помоги. Глаза на стреленье булатной столи. Тоской мне сердце обожгли. Ах, как мы славно помечтаем. Прощай, красотка Натали. Прощай, красотка Натали. Прощай, красотка Натали. Мяу!